Это мясной цыпленок. Ему 2 месяца и весит он килограмма 3. С него получится тушка килограмма по 2. Чем он отличается от курицы? Он еще не половозрелый. Если он доживет до 4 месяцев, он станет петушком. Или курочкой, тут еще непонятно. Во-вторых, у него есть массивная двойная мясная грудка. Селекция, она и выбирала таких птиц, которые потолще, и вот грудка эта самая и есть. Ну, его на самом деле, если вы встретите, он не будет кукарекать или кудахтать. Он будет вот так вот попискивать, как цыпленок. Не надо бояться, что они какие-то химические бройлеры. Это бройл по-английски. Это жарить. Так что бройлеры это просто цыплята для жарки. До таких размеров они дорастают без всякой химии. Главная химия, которая используется на птицефабриках, это антибиотические лекарства. Очень сложно сохранить здоровье, если вокруг тебя 10 тысяч или 100 тысяч таких же цыплят, которые активно кушают, активно какают и активно на этом всем живут. А вот эта суповая курица, точнее будущая суповая курица, сейчас она выполняет функции курицы яичной. Во-первых, она половозрелая, то есть она уже несет яйца. В отличие от мясных курей, в них практически нет мяса. На самом деле, по большей части она состоит из перьев. Две ножки, крылья, голова, ну и откуда-то оттуда появляются яйца. Как у всех нормальных птиц, у нее нет двойной грудки, у нее вот такой киль для того, чтобы летать. И в принципе они неплохо летают. То есть метров 15 они осилить могут. И вот этот забор суповых кур, яичные или универсальные курицы, обычно превращаются в 2-3 года. К тому времени несут так мало яиц, что кормить их экономически становится невыгодно. Чем они по вкусу отличаются? Из-за того, что физиология у них более пол... Это видео как... Ну потом значит.